Всем доброе раннее утро. Я начинаю вести влог с поездки на наше юга. Только сейчас мы без детишек. В том году мы ездили на наш юг с всей семьей. Но сейчас у нас автопутешествие вдвоем с мужем. Просто романтик. Без заездов в различные гостиницы. Мы хотим, если что, меняться за рулем. И вот сейчас сколько нам показывает? Один день ровно, да? Естественно, мы проедем дольше, потому что будут пробки уже в Краснодарском крае. Сейчас едем через Саратов, а потом либо на Волгоград, либо на платную М4 Дон. В общем, посмотрим, как там будет уже обстановка. Нам счастливой легкой дороги, а вам приятного просмотра. 4.45 Это что за чудо-машина? Местный раритет. Пожар по Тайске застали. Доброе утро! Время сейчас без 10.05. Мы только встаем. Вчера даже забыла снять. Мы где-то в час ночи приехали, нашли здесь классное местечко. Накачали матрас, легли, заснули. Потом благополучно поняли, что у нас сдувается матрас, так как мы его проткнули об острие у огнетушителя. Попробовали заснуть с насдувшимся, не получилось. Потом муж его заклеил, вспомнил, что у него есть валярный скотч. И мы еще проспали до 4.30. У меня будильник уже стоял. И сейчас вот здесь уютное кафе. Мы сейчас здесь умаемся. Возьмем кофе. Есть пока еще не хочется. И с рассветом будем продвигаться дальше. Умылась. Все-таки сходили на заправку что-нибудь. Про завтраку. Вообще, мне вчера уже в ночь хотелось... Давай я положу зубную щетку в машину. Мне хотелось уже супа. Сейчас с утра мне хочется кофе. Но до обеда еще нам, наверное, ехать. Поэтому, возможно, я бы сейчас уже съела супчик. Можно горячее взять. Только я супов не вижу. Ты видишь, что время дни? Меню 665 рублей. И еще у нас кофе. Ну, что очень даже съедобно. Приятного нам аппетита. И снова вот пить. Какое время у нас уже сейчас? 5.44. 5.44? 5.44? Мы целый час проможкались, позавтракали, улыбались. Время прилетело незаметно. Уже даже наши все здесь. Видите, сколько здесь машин было? И все уже разъехались. А мы встали раньше всех их, а уехали позже. Как так получилось? Здесь большая площадка, конечно, и у заправки, и рядом мотельчики. Мы еще ищем выезд вообще, откуда здесь нам выбраться. Посмотрите, что творится. Ну, наверное, впереди. Ну, вот едем за машиной. А там кирпич был, где мы въезжали? Мы разговаривали. Мы разговаривали. Обычно на платных кассах были автоматические, а здесь уже сотрудницы. Я сейчас спросила, сколько еще будет платных, потому что уже раза 4, по-моему, останавливались. И у нас уже вышло полторы тысячи рублей. Я сказала, что еще 2 будет платных. Ответила. Ну, она спала, если через джубку, то там бесплатно. Да, если только мы джубку на горячий ключ объезжаем, то там бесплатно. Но, говорит, муж у нее ездит, когда на Новороссийск, всегда по платной ездит. Вот это платная дорога М4 Дон. Дигитон. Роснодаром езжаем. Пока свободно. Куры тоже едут на море. Вот здесь вот мы останавливались в прошлом году, когда ездили с детьми тоже в столовую. Нам направо сейчас. Проезжаем Архипосиповку. Морешко уже совсем рядом. Красиво здесь вот это местечко. Уютненько выглядит Архипосиповка. Маленькая. Кстати говоря, по природе местами прямо-таки очень отчетливо чувствуется, что уже пахнет сентябрем. Скоро третий сентябрь. Уже пожухлые листья, желтоватые. А местами прямо очень красиво. Они даже вот у осин, по-моему, красиво лежат. И такая осенняя картинка. И даже не верится, что мы едем на солнце. Хотя, конечно же, верится, потому что сейчас в машине едем кондиционер. А за пределами уже 30-ти градусная жара со вчерашнего дня, как только за Саратов заехали. И уже жаришка. Ночью тоже вот мы спали. Было тепло 26 градусов. И у нас тут горы. До Геленджика нам остается 5 километров. Всего лишь 5. А уже буквально через 20 минут мы будем на месте. Время у нас без 10-12. Заселение у нас в 2 часа. Мы уже созвонились, пока наш номер еще не освободился. Там будет уборка. Других аналогичных пока еще нет. Но мы можем приехать уже и выгрузиться там, сходить на море. В общем, сейчас посмотрим по обстановочке. Немножечко есть приятная легкая усталость. Но я надеюсь, море сейчас нас взбодрит. Хотя его пока даже не видно везде. Горы, горы. Жду, не дождусь. Мы учим 10 минут до нашего места. Что, наконец-то, наконец-то видно море во всей красе. Едем совсем чуть-чуть, нам остается налево. Какая морюшка. Здесь даже какие-то местные рыночки, лоточки есть. Марк здесь рядом. У нас не отельный отдых. Гостевой дом. Будем везде разъезжаться. Сейчас будет наша золотая лоза. Ищем. Вот, 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 вот она. Это наш домик. Есть тоже парковка здесь. Ну что, мы уже идем на морюшко. Потому что заселить нас в номер после двух, пока его будут убирать. Переоделись прямо в машине. Хотя предложили там на втором этаже комнату гостевую, где на диванчике можно полежать. Но мы уже идем. Пляж Голубая бута. Должно быть чище, чем где центральная набережная. Спокойнее. Меньше туристов. Тут будет центральный пляж. А здесь более такой, он сказал. Здесь дикий. Я не хочу на дикий. На дикий не хочешь? Я хочу посмотреть центральный. Будем смотреть центральный. Значит, идем сюда. Здесь у нас сосновый бор, или что это назвать? Небольшой. И пятерочка. Вот у нас тут Голубая бухта. Непонятно, это именно центральный. Сюда также пляж сходить, или это санаторий. Лучше всего. Чуть левее. Вот, целоскал. И вот это все, ну вот, левее. И вот они идут, вот куда вас посылают, дикий пляж. Какой там, нахрен, дикий пляж. Когда там просто-напросто напрокат дают вот эти все те... Все понятно. Спасибо большое. Так, давайте, ребята, удачи. Спасибо, до свидания. Вот прям, приходите, вот как мы все идут. Ага, хорошо, спасибо. И морешка там. Все везде одно. Можно на любой территории, хоть у Голубой бухты ложиться, хоть где более дикий. Все бесплатно. Здесь, смотрите, прям вот спуск идет вниз. Будет, понимаете, как в Таиланде. Потом надо будет в Таиланде. И мне уже нравится. Совершенно другой воздух. В отличие, когда, например, в июне, в июле приезжаешь. Ветерок более такой свежий, недушный. Прям хорошо. После Египта вот такой ветер бодрящий. Прям очень хорошо. Но вообще не холодно. При этом жарко. И ветер, наоборот, тебя немножечко освежает. Так, здесь у нас вертушечка. Здесь у нас какие-то палатки. А там у нас уже кодушка. Сплатные души ульи. 30 туалет стоит. 100 душ. И все видите, сходятся, кто где живет. И все дороги ведут сюда. Так, ну что. Вот у нас здесь уже сколько народу. Это обед. Много достаточно. Но есть вот местечки. Можно уйти туда, где поменьше. И можно еще уйти туда, за мыс. Там будет меньше народу. Ну, какая красотища наша. Круза, я так соскучилась по нашу краснодарскую крузу. Сейчас проходим на левую сторону мыса. Здесь, конечно, больше камня. Но тише, спокойнее. Красиво. Так, ну что. Я уже искупнулась с той стороны. Сейчас время уже час. Второй идет. Нужно сходить перекусить. И идти заселяться. Стоп, мы уже заселились. Сейчас вам покажу. Смотрите, здесь у нас на втором этаже. Вид просто на частный сектор. Наша комната здесь. Очень симпатичненькая. Здесь туалет, душ. Все обычно. И здесь у нас какие-то пуфики. Холодильник. Кровать для третьего. Но мы здесь вдвоем. И спаное место. Мне нравится. Просторненько. Хорошо. И даже есть шкафчик. О, где телевизор. Даже у нас тут все тоже есть. Сегодня мы отдыхали. Больше никуда пока еще не ходили. Сейчас мы у себя в порядок отдохнули. Заехали сразу в Магнит. Чтобы потом были круглосуточные места. Искать. Покупаемся. Дороги. Это круглосуточная. А зачем тогда мы тратим время до променады? Уже темнеет там. Кстати, темнеет раньше. Я смотрю, мы только зашли. Ну, один. И что еще? Сейчас поедем на перерыве. Для Ежика. И здесь, например, там настолько нас хватит. А потом приедем уже наши домоны. Магнит здесь большой. Гупечки есть. Тут тоже рядышком. Руквально на минуту две. На машине. Новый трейд. И сентября. Как там дальше? Как там теперь дальше? Да? Ну, подожди. У мужа хороший голос. Может быть, как-нибудь он вам споет. Да? Собака уходит в траммагазине. Никто ее не угоняет. Зашла. Ушла. Вообще, кто-то летает. Где она? Вот, вот, вот. Что-то огромное летает. Слушай, так летает здесь. Интересный магазин. Много живности. Море-то видно здесь, нет? Сверху было море видно. 0,5. Если ты хочешь, чтобы мне было видно, надо 0,05. Через 300 метров. Через 300 метров круговое движение. Первый съезд. Мы на набережной. Пока все тихо, спокойненько. Начинаются кафешечки. Хлебы и зрелищ. Здесь сразу причала. Хорошо, тепло. Ветерочек чуть-чуть есть, но от этого и лучше. Нет такой удушающей жары. Чувствуется, что он очень тепленький. С ресторанчиком пошли. Кафешечки, мафешечки. Морушка. Буквально 5 минут вовремя. Не хочешь? В следующий раз. Отлично. Сейчас поглянем. Пошли в заведение хлопок. Заказали здесь что-то плов, какие-то овощи на гриле, лепешка, шашлык из курицы. Другого шашлыка нет, потому что это хлопок узбекской кухни. Здесь у нас с видом на морюшко. Просто сейчас темно, ничего не видно. Вот. И битком, битком, битком. Очень вкусно. Шашлык замечательный. Плов еще не дошли. Мне кажется, тоже вкуснятина будет. Но пересели, кстати, за другой столик немножечко. Более уютненько. Идем обратно до машины. Наверное, сколько? Минут 10, наверное. Ну, идем, да? Может быть, даже побольше. Очень вкусно. Мы определенно придем еще туда. Надо прийти днем, чтобы был вид на красивую бухту. Потому что ночью ничего особо не видно. Вкусная кухня. Мы даже не ожидали, чтобы борт все были. Вот такие большие. А вот. По-нашему уже первый час ночи. И хочется, конечно же, с дороги уже спать. Поэтому мы сейчас заварили чай. Попьем чаечку. И для первого дня для нас сегодня достаточно. А завтра мы планируем либо на пляж Сосновка, либо, скорее всего, на одну из главных достопримечательностей Геленджика, где большущий корабль. Я там ни разу не била. В общем, завтра решим. Увидимся. Увидимся.